Всем привет! Это футбольная история 295 часть Чудеса Берета ВДВ. Первая серия. В этом видео вы узнаете, как при участии Василия Филипповича Маргелова и Берета ВДВ будет создана уникальная футбольная история. Давайте смотреть материалы. Это генерал Маргелов и в 1967 году он примет решение о внесении в форму ВДВ головного убора Берет. Об этом рассказано все на сайте Викибедия. В 2013 году в книге «Непокоренные высотой» в честь подвига экипажа самолета Ил-76 при участии представителей 8-й роты будет создана футбольная эмблема, в которой применяется головной убор. Это Берет ВДВ. Если кто-то сомневается в чудесах, которые приведены во многих видео с участием представителей 8-й роты, я сообщу безоговорочный и неподлежащий обсуждению факт. Автором эмблемы является представитель 8-й роты. Впервые в истории мирового спорта и футбола головной убор в эмблеме будет применен с декоративными элементами, шрифтом с человеческим оттенком, символом бесконечности и футбольным мячом, где головной убор находится сверху. Это все будет повторено в эмблеме Катара. Давайте смотреть. Головной убор будет применен с декоративными элементами, шрифтом с человеческим оттенком, символом бесконечности и футбольным мячом, где головной убор находится сверху. Об этом все говорится и показывается в эмблеме и описании ее значения. Дальше. Таким образом, сотни миллионов любителей футбола на планете Земля и вы будут видеть и воспринимать в эмблеме Чемпионата мира 2022 года в Катаре формы выражения футбольной эмблемы из книги. Это произойдет второй подряд раз, когда символика Чемпионата мира по футболу основана на материалах книги «Непокоренные высотой». Первый раз был на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России. При участии Василия Филипповича Маргелова и 8-й парашютно-десантной роты будет создана уникальная футбольная история, которая останется на долгие годы и десятилетия в памяти у жителей на планете Земля. Это уже признало жизнь и время. Это признали люди, которые умеют здраво мыслить. Последующие признания будут происходить в будущем. Так будет. На 167-й странице книги говорится в адрес представителей 8-й роты следующее. Их имена впишут золотыми буквами в историю футбола Земли. Как видите, реальные события, происходящие на планете Земля, доказывают верность слов из книги. Теперь я полностью пойму свой сон, в котором встретился с тысячами десантниками и дядей Васей. В тот момент я передал книгу Маргелову и спросил, можно ли было создать такую книгу. Он посмотрел, пролистал книгу, улыбнулся и, отдавая ее, сказал, можно. Интересным фактом окажется этот момент. Дядя Вася и футбольная эмблема из книги с головным убором в форме берета будут находиться на одной странице рядом друг с другом. На этом я сейчас заканчиваю. Всем всего доброго. Самое главное, мира всем. И ждите новых сенсаций и чудес от берета ВДВ. Редактор субтитров А.Семкин